...воздоровление регулярно есть отверху. Он же ввел термин ипотерапия, то есть лечение лошадьми. Раз, два, три! Опа! О, другая лошадка у тебя сегодня, да? Это направление терапии популярно и сегодня. И хотя врачи пока не могут с полной уверенностью сказать, как именно лошади влияют на наш организм, влияние это, несомненно, приносит пользу. Это регуляционное направление, построенное, в общем-то, на двух основополагающих факторах. Это фактор движения или биомеханический фактор и фактор взаимодействия с животным. Как основополагающее направление в зонотерапии, так и в опотерапии. Этот фактор должен быть, безусловно, основополагающим тоже. Лошадиную терапию применяют для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Она помогает в процессе реабилитации после травм. Так что зоотерапевты не зря называют лошадь живым тренажером. Как только человек садится в седло, его тело начинает двигаться синхронно с телом лошади. Так происходит непрерывная тренировка мышц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова